здравствуйте маленькие замечательные стартапчики сегодня поговорим но едва ли не о самой моей любимой теме теме роста поэтому если сегодняшнее видео получится чуть чуть длиннее чем другие я прошу прощения запаситесь заранее чаем кофе вином шампанским не говоря уже о других субстанциях который не буду пока упоминать и послушайте рассказ умученного сединами старенького висишника нет ничего важнее в жизни стартапа чем рост нет ничего важнее в жизни стартапа чем продажи как уже говорилось предыдущих видео существует несколько бизнес-моделей ни одна из них не является ни плохой ни хорошей бизнес-модель себе как бизнес-модель но любая бизнес-модель предполагает то что стартап растет в принципе едва ли не главное отличие и почти единственное стартапа от не стартапа да почему например там какой-нибудь ресторанчик или магазинчик продающий кепочки почему он не стартап дом тоже типа как бы стартап где-то мне стартап потому что как бы конвенциональная не знают русская русское слово или это я по кальке перевожу конверсионную английской как бы конвеншин села такое общепринятое вот общепринятое понимание слова стартап предполагает несколько компонентов предполагает инновации, предполагает компанию, которая заточена под рост, предполагает компанию, которая собирается получать инвестиции, это совсем не обязательно, но как такой значительный признак, для того, чтобы с помощью этих инвестиций ускорить свой рост. Поэтому, если вы находитесь или даже приезжаете в такие адские места, как Сан-Франциско и Силикон-Вейлей, откуда я вещаю из подпольной студии, то вы не можете не сталкиваться с тем, что люди, чем дольше они тут, тем больше, собственно, повернуты на росте. Есть также еще особый тип людей здесь, и он очень распространен. Мое личное наблюдение, кстати, что он чуть-чуть больше распространен в долине, чем в городе, чем в Сан-Франциско. Но не надо забрасывать меня шапками, камнями и вставными челюстями, я просто говорю вот о своих впечатлениях. А есть также тип такой технологии. То есть есть стартапы, которые не заточены под рост, есть стартапы, которые клепают какую-то очень глубокую, ужасно интересную технологию и предполагают, что вот они делают эту технологию, и затем кто-то эту технологию продает. В этом ничего ни хорошего, ни плохого, это как бы такой подход. Но все-таки огромное большинство стартапов строит, как ни странно, это действительно звучит странно, строят бизнес. То есть они строят решение какой-то проблемы, чем более серьезной, тем лучше. И они строят бизнес, который растет. За счет чего растет бизнес? Именно об этом мы сейчас и поговорим. И почему рост так важен? Давайте начнем со второго вопроса, он очень простой. Рост так важен, потому что мало кто в радиусе, ну, наверное, километров 30-50, миль, вернее, 30-50 от того места, где я сижу. Я сижу в Fisherman Wharf в Сан-Франциско. Наверное, довольно большой, ну да, даже я думаю 100 миль, 100 миль в радиусе от меня. Наверное, огромное количество людей в 100 милях в радиусе от меня думают больше всего про рост своего стартапа. Почему? Потому что все те большие имена, которые все мы знаем, Facebook, YouTube, Google и так далее, это все компании, достигшие потрясающей кривой роста. А типичный путь успешного стартапа, типичный, не обязательно, что он только такой, но типичный путь успешного стартапа, это создание прототипа, подъем каких-то первых инвестиций, создание работающей компании, заработок каких-то денег, начало роста, подъем более серьезных денег, более серьезных денег, рост в процессе этого подъема и, наконец, достижение каких-то вешек, десятки миллионов долларов, сто миллионов долларов и или, не обязательно только или, а может быть и или, огромной аудитории, да, вот, случай с Инстаграмом, который ничего не зарабатывал или случай с WhatsApp, который, ну, мы не знаем финансов, но не имел очень больших продаж, но стоил много-много-много миллиардов. Вот. Компании пытаются расти. Еще раз, как правило, они пытаются расти в продажах, но бывают такие компании, которые, вот, типа, Инстаграма, Скайпа, WhatsApp и так далее, растут ради того, чтобы стать огромными, иметь огромный кусок рынка и быть купленными за счет этого. При этом многие считают, и я с ними согласен, что если бы такие компании, как WhatsApp, монетизировались еще до продажи, то могли бы очень неплохо и заработать. Так вот, что же такое рост? Значит, рост существует как в количестве пользователей, так и в продажах. Если вы спросите меня, мне кажется, что все-таки продажи важнее. А продажи важнее почему? Потому что это делает бизнес как бы бронированным, да, то есть если у вас есть бизнес, там, предположим, с 40 миллионами долларов годовых продаж, который растет на 70-80 процентов в год и не тратит, или, как русские тут говорят, не бернет или не бернет. Burning Man еще очень помог тому, что слово бернуть, бернуть было усыновлено или удочерено русскоязычными. Так вот, компания, которая имеет довольно серьезные продажи с довольно неплохими profit margins, это компания, которая устойчивая, это компания, которая не боится того, что ах-ах, мы не поднимем денег, ах-ах, а что если будет market downturn, это компания, у которой всегда есть в запасе достаточно серьезные кубышки, и компания, которая, иными словами, будет устойчива и во время бури, будет довольно серьезно сражаться с конкурентами и сможет быть конкурентоспособными не только в таких вещах, о которых все любят разглагольствовать, типа там, features, качество и так далее, но и в таких вещах, как цена. Друзья мои, цена очень важная штука. В программах MBA профессора, зачастую не продавшие ни на один доллар ничего, кроме своих услуг, любят разглагольствовать о том, что you can't compete just on price, ты не можешь соревноваться только по цене. Ну, то, что это полный булшит, давным-давно такие компании, как Amazon, Walmart, Skype, WhatsApp, Google и так далее до бесконечности уже опровергли, но как бы окей, хорошо. По цене можно и нужно конкурировать, а огромнейшее количество компаний побеждает именно конкурируя в цене. Длинный отдельный разговор, можем, кстати, записать и видео. Так вот, безумно важным для компании является рост. С моей точки зрения, гораздо более важным для компании ростом является рост продаж, чем рост просто как бы количества пользователей. Тем не менее, рост количества пользователей тоже может быть и немаловажным, и в конкретном случае более важным, чем рост продаж, или даже единственным важным, да. Инстаграм, еще раз, ноль продаж и сотни миллионов пользователей. Что же такое рост и как его добиваться? Рост происходит через каналы. За последние, вот буквально, я думаю, на моих глазах, наверное, лет 10-15, весь рынок приобретения клиентов не просто организовался и реорганизовался, но стал очень таким четко сегментированным, разбитым на сегменты. Существует приобретение клиентов через социальные сети, у рекламы появились свои подразделения, рекламу можно давать в таком виде и в таком виде. Существуют маркетинговые агентства, которые конкретно работают с определенными каналами роста и так далее. То есть способов роста есть очень-очень много и способов канала есть очень много. Мой самый любимый способ роста и любимый способ роста всех тех, кто умеет этим пользоваться, это так называемый вирусный ливеральный. Я признаюсь вам даже, что несколько лет преподавал в университете Беркли именно этот предмет Viral Growth. Я думаю, что если погуглить, вы можете даже найти где-то мою еще брошюрку из тех времен. Вот в бумажном виде она была довольно забавная. И виральный или вирусный рост, еще когда-то я книжку начинал писать, но так и забросил. Виральный или вирусный рост это самая классная штука. Это когда ваши же клиенты продают у вас же. То есть можно взять за пример, предположим, Facebook. Клиенты Facebook, когда Facebook только начинался, то есть его пользователи активно приглашали своих друзей и говорили, ой, чувак, там ты что, ты не на Facebook? А если вспомнить казус Twitter, то это просто какая-то фантастика. Книги написаны о росте Twitter. И в общем-то я советую вам любую их, добрых полтора десятка, кстати говоря. Некоторые написаны основателями, я советую вам и их. Некоторые сторонними наблюдателями. Они ничем не хуже, прежде всего, потому что они не рассказывают сказки о том, какие они классные и замечательные. Но человек не способен не рассказывать сказки о том, какой он проницательный и замечательный. Вот. Но все эти книги чудесны тем, что они рассказывают о самом главном, о том, как Twitter из одного из микроблогов, кто из вас вообще употребляет, включая меня, слово микроблог. Но никто не говорит микроблог. Все уже давным-давно говорят твит, твитать, to tweet. He tweeted this and that. Он написал то или иное. Они победили всех только благодаря одному, благодаря росту. Я застал это много лет назад, когда случайно встреченные сотрудники Twitter, дизайнеры, программисты, customer support, люди занимались все одним и тем же продажами. Причем продукт, они пробовали там разные варианты еще в те времена, но фактически продукт был бесплатный. Они все занимались продажами, все. Они все ходили в этих майках со своим хендлом. Они всем рассказывали, насколько круто, насколько вы не понимаете. Вот есть такой кейс про чувакам. Я до сих пор запомнил, значит, чувака, который... Я уверен, что это выдумано, хотя, может, я и не прав. Обычно я, кстати, доверчивый человек. Про чувака, который не то в Техасе, не то в Аризоне, значит, у него был грузовичок с мороженым, и вот ничего у него не получалось. Но он стал пользоваться твиттером, и он стал постить фоточки своего мороженого, и где он завтра будет, и что он делает. И у него пошла такая толпа народа, и он купил еще грузовиков, и, в общем, этому мальчику все было хорошо. К чему вся эта долгая история к тому, что если вы спросите меня, какие три качества, три, три качества, самые-самые главные для основателя, ну, те, кто меня знает, они знают, что я скажу, я скажу, что эти три качества в любом, в любой последовательности такие способность продавать, продавать, продавать. Я много раз уже эту формулу приводил о том, что это способность продавать и клиентам, и каналам сбыта, и прессе, и пиарщикам, и своим собственным сотрудникам, и своей команде, и инвесторам, и публике, и так далее, и так далее. То есть те, кто способны продавать, те почти всегда достигают успеха в стартапах. Обратите внимание, что почти любая икона, типа Стива Джобса, Илона Маска, не важно, что вы о них думаете, не важно, какие у них личные качества, это фигура человека, Джефф Безос, боже, это просто какой-то продажник от бога. Включите любое его интервью, это человек просто освещенный изнутри какой-то дичайшей харизмой, того, чтобы рассказать всем, что, ребята, нужно, нужно прийти немедленно на Amazon Marketplace, а начать там срочно продавать. Как? Вы еще не знаете, что вы можете решить все свои проблемы через Amazon. Это блестяще. То есть те, кто умеют продавать, это те, кто умеют расти. Можно очень много говорить о том, как лучше расти, какие способы роста. Понятно, что одним из правил роста является то, что рост не должен погубить компанию. Я видел довольно много, к сожалению, компаний, которые растут и которые погибают за счет того, что их рост слишком дорогой. То есть те цифры, о которых я постоянно говорю, те customer acquisition costs и lifetime value и другие ratios, которыми я всем уже надоел, как раз именно они работают. То есть ваш customer acquisition cost, если только, оговорюсь, у вас нет 200 миллионов долларов или там 50 миллионов долларов или еще какого-то количества миллионов или миллиардов долларов в банке, ваш рост не должен быть слишком дорогим. Опять же, если у вас очень много денег и мандат просто вот тупо, именно все-таки тупо здесь ключевое слово вырасти, то окей, ничего страшного. Но в целом вы должны внимательно смотреть, чтобы ваш рост не оказался слишком дорогим. Ну, я болтаю уже почти 15 минут, поэтому попробую закруглиться. Итак, рост это самое главное в жизни стартапа. Рост выражается цифрами. Не только ради геновидных собак или геновидных собак инвесторов вам стоит заниматься ростом, но в первую очередь ради бизнеса. Рост это то, что отличает стартап. Заточенность подростка. Это то, что отличает стартап от не стартапа. И вам с самого начала, когда вы только задумываете стартап, нужно думать не только о продукте и сервисе, но о том, как вы будете расти. Всем чмоки в этом чате. Был очень рад вас виртуально видеть. Ну и хотя я в майке DarkSide, но надеюсь, что вы...